И так, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители, покушать и всего того, что покрыто камнем у микрофона, как всегда, ваш покрытый слугам Амору, и это великолепная сборочка Майнкрафт Стонблок 3. За кадром, как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, произошли кое-какие глобальные во всех смыслах изменения. Все эти изменения коснулись вот этого части нашей базы, и того, что я начал эффективно, очень сильно распахивать мод ЕЕ, и мне просто было интересно на самом деле, к чему это может привести. Для этого я сначала скрафтил Energy EMC Link, потом из него я сделал Personal EMC Link, и уже из него вот этот вот блок, и уже после я сделал вот этот Compressed Refinite EMC Link. Вот этот блок позволяет нам, при подаче к нему различного рода EMC энергии, это можно делать различными способами, доставать из него все различные наши пределы возможностей. Он работает практически как стол из этого же мода, но с небольшими оговорочками. Допустим, мы вот сюда вот подаем энергию с помощью цветочков 15 уровня, то есть максимальных цветочков. Что это за цветы, я, конечно же, сейчас расскажу. А значит, при всей нахранившейся здесь энергии, я могу забирать все предметы, обладающие этой EMC энергии, которые здесь только размещаются. Я сюда подавал энергию различными способами, скармливал я сюда алмазы и изумруды, и после я доставал вот эти вот материи. И, конечно же, благодаря материям, я крафтил коллекторы и фидинги, материи и антиматерии. Коллекторы у нас занимаются тем, что накапливают эту EMC энергию. Если они будут прикреплены к реле антиматерии, то эта вся накопленная энергия будет передаваться через реле на какой-то источник. Здесь у нас вот примерно такая же схема и расположена. Только вместо одного блока коллектора у нас расположен вот этот вот цветок, который крафтится из нескольких блоков и приносит просто большее количество этой самой EMC энергии. Итак, благодаря этим цветочкам вся EMC попадает сюда. Я благодаря этому крафтил разного уровня материи. Теперь у меня благодаря этому здесь гигантское количество этих материй. И я, в принципе, могу крафтить каждый из этого цвета коллекторов. Только, наверное, если мне это потребуется. Но, по факту, наверное, никогда в жизни мне это не потребуется. Главное, чего мы достигли сейчас с вами, это финального 15 уровня вот этих вот коллекторов и релеев. Я бы не сказал, что это было как-то сложно. Просто здесь требовалось большое количество времени. Я сюда постоянно запихивал вещи с гигантским содержанием EMC. И, в принципе, как-то так у меня получилось достигнуть вот этих вот уровней. Также немаловажным было в момент то, что я здесь постоянно себе обновлял цветочки для того, чтобы я мог накапливать здесь EMC энергию в пассивном формате. Ну и немаловажную роль сыграли вот эти вот часы, которые очень сильно ускоряют производство этой EMC энергии. Как вы можете видеть, без работы этой часов у нас всего производится 58 миллиардов EMC затек. Ну а с часами сложно сказать, что за цифра-то здесь производится. Здесь можно сделать еще более эффективную эту ферму, но зачем, если она и так прекрасно работает. Также у меня получилось за все это время вывести здесь колоссальную звезду Омега. Но она, соответственно, как и любая другая звезда Омеги, крафтится из предыдущего уровня этих звезд. Ну тут, в принципе, ничего сложного, кроме того, как она стоит гигантское количество EMC энергии. Ну и также я вот ради интереса начал вот здесь вот с помощью релея заряжать эту звезду Омеги. И за все время у меня получилось зарядить всего на 5 миллиардов, что вообще капля в море буквально. И все ограничивается только реле, которое не способно просто передавать энергии большее количество. И на самом деле то, что вот эта вот вся тема с EMC, которую я здесь делал, она не приносит нам никаких привилегий. За исключением того, что да, у нас теперь есть бесконечный ресурс EMC энергии, но они и до этого у нас были. Просто их было сложнее доставать. И я просто скипнул тот нудный и долгий момент получения вот этих вот цветов, которые я бы делал на серии. И так что я считаю то, что в этом нет ничего такого сверхъестественного. Также если подключить сюда кабель из External Storage, то все предметы, которые может производить вот этот вот блок, будет успешно попадать у нас в EMC хранение. Но стоит учитывать то, что максимум у нас помещается здесь всего лишь 2 биллиона различных предметов. Ну и самые важные изменения коснулись именно вот этой вот нашей коробочки. Я отказался от версии, где курицы приносили нам различного рода ресурсы. Ведь теперь, благодаря релеям и коллекторам, у нас получается здесь накапливать гораздо большее количество EMC и гораздо больше ресурсов попадает в нашу систему, благодаря проводам. Теперь же у нас просто ресурсы в систему ограничиваются лишь проводностью наших труб. В этой же серии, как я и говорил в предыдущей части, я хотел бы заняться тем, чтобы автоматизировать чешуницу. И здесь нам придется очень сильно заморочиться на самом деле. Сборочка нам буквально говорит по порядку, что нам нужно делать для того, чтобы автоматизация чешуни спроизводилась наилучшим образом. К сожалению, для того, чтобы это все организовалось, нам понадобится Stasis Chamber. В принципе, крафт у него до ужаса простой, но в нем требуется механическая рамка, которая крафтится до безумия сложно. Для него нужна простая механическая рамка, которая тоже крафтится непросто. Также здесь нам понадобится пластик, который тоже непросто-то взять. Ну и еще куча всего, в том числе и розовая слизь, которую я пока что даже не знаю, где и брать. Ну и я думаю, сейчас мы будем все идти по порядку. Первое очередное, что я здесь хочу себе заиметь, это пластик, который у нас делается из сырой резины. Которая крафтится из кусочков сырой резины, которые получаются у нас в латексном хранилище. Но для того, чтобы сделать эту машину, нам потребуется для начала сделать жидкостный экстрактор. Начнем, пожалуй, мы с четырех штучек. Нам потребуется сейчас их разместить вот в таком вот примерно варианте, наверное. Для того, чтобы они все выходили в одну и ту же точку. Им нужно сюда сейчас будет подвести энергию, и они будут высовывать отсюда жидкости. А именно латекс. Благодаря гейтам сейчас энергию сюда подведем, это не проблема. И сюда мы должны размещать, если я все правильно понимаю, какой-либо блок, в котором есть этот самый латекс. Для того, чтобы, получается, здесь у нас размещался блок, нам потребуется скрафтить конструктор. Готово. Его мы размещаем вот здесь вот у нас на наши кабеля. И пока что вот так вот развернем. Получается его на экстракт мод. И ставим ему то, что он размещает эти блоки. А здесь у нас есть, я как вижу, линейка различного рода блоков, которые приносят нам различное количество жидкости. И здесь, как я вижу, самое эффективное это акация. И у нас очень даже повезло, что есть саженцы этой акации. Значит, мы можем, по идее, здесь себе сделать небольшую такую сплит-системку. По размещению и выращиванию акации. Ведь она у меня здесь, по-моему, не растет. Эту штуку я здесь разместил. Она, по идее, начала выращивание. Чтобы не ждать так долго, я, пожалуй, ее немножечко сейчас ускорю. У меня есть определенный запас часов, благодаря этой системе. И у нас акациевые досочки пошли копиться. Так что я уверен, что теперь эту систему можно здесь запускать. Доску акации я сюда вот размещаю. И она должна у нас успешно здесь размещаться. И вот эти вот экстракторы потихонечку начинают ее ломать. Неплохо было бы ускорить всю эту систему. Поэтому, пожалуй, я воспользуюсь часами. Никто сильно меня расстраиваться не будет. Так что все это пошло. И латекс у нас пошел копиться в гигантских объемах. Потребуется нам немножечко в йодер. Четыре в йодерка, я думаю, хватит. И можно производить уже следующего уровня апгрейды. То есть латекс процессинг юнит. Я не знаю, сколько нам потребуется этих штук. Но, пожалуй, штучки четыре я сделаю здесь. То есть тебе что-то мне подсказывает, что этого будет даже много. Его где-то я здесь размещаю. Мне нужно сюда подвести латекс и воду. И здесь у нас будет выходить наши кусочки. Думаю, с этим вообще проблем никаких не будет. У нас здесь есть жидкостные трубы, которыми мы можем воспользоваться. Так, смотрим. Латекс сюда пошел. Также сюда даем энергию. Конечно же, процесс у нас не пойдет. Потому что у нас нету здесь воды. По-моему, воду можно было как-то легко делать. Только надо вспомнить как. Вот тот самый блок, который нам нужен. Парочка водяных яичек. И экстрактор жидкости. И пошли у нас производиться наши маленькие кусочечки. У нас слишком здесь много жидкости. Успевает копиться. Они не успевают полностью переходить в латексный наборчик. Так что, пожалуй, я это все сразу ускорю. Чтобы быть полностью уверенным, что это все будет работать в наилучшем виде. Итак, наши маленькие кусочки копятся. Их я должен переделывать вручную в большие кусочечки. Для этого я, наверное, воспользуюсь крафтером. Крафтеру нужно подать энергию. Для него также потребуется здесь разместить обычную трубу. И главное, что у нас эти кусочки сюда пошли в систему накапливаться. Я создаю себе такой рецепт, что у нас здесь создается сырая резина. И она выходит у нас вся накрафченная в ресурс для выхода. Итак, у нас получается вся резина, которая здесь накапливается, будет успешно перерабатываться в кусочки сырой резины. Которую уже потом нужно просто пережарить. Звучит до ужаса просто. Но я не буду сильно заморачиваться. Я просто сюда подключу импортер, который, получается, должен всю резину отсюда выкачивать в нашу систему. Итак, получается, вот этот цех по производству пластика успешно работает. И останется мне просто сделать рецепт, где из сырого пластика получается обычный. И его я должен закинуть в обычную печку. И так, получается, я смогу крафтить обычный пластик в неограниченных масштабах. И дальше я должен подумать о том, как производить розовую резину. Но, как я понимаю, для этого нужен моб-слейер. Только бы еще разобраться, как именно он работает, было бы вообще шикарно. То есть, эта фабрика будет убивать всех монстров, которые в нее смотрят. При этом уничтожая всех их дроп и опыт. При этом производя мясо и опыт. Мне здесь еще одну делать опыта дробилку, что ли, ты хочешь сказать? Ага. Давайте пробовать. Где-то вот здесь я размещаю, получается, моб-слейер-юнит. В нее я где-то, наверное, снизу, самый оптимальный вариант, подвожу энергию. А из остальных сторон я буду что-то из нее забирать. Примерно какая-то такая комнатка у меня получается. И сейчас мне нужен будет спавнер любой рандомный. И карт-бокс, естественно, который, я не помню, говорил или не говорил, получается благодаря солдасту, который получается у нас на лесопилочке. В общем, не самим замороченный крафт. Я пошел, получается, за любым спавнером, который может мне здесь попасться. По-моему, пещерные пауки, которых я здесь сейчас нашел, идеально вольются в экосистему. Пожалуй, где-то вот здесь я их размещаю. Закрываю стеклом оставшимся. И надо сейчас избавиться полностью от цвета. От цвета я целиком полностью избавился. И здесь у нас начинает копиться только жидкое мясо. Так, жидкое мясо меня, конечно же, не устраивает, наверное. А вот розовая слизь вполне очень даже. Но, я так понимаю, все ограничивается лишь скоростью производства. И только в это все упирается. Я понял, в чем проблема. И мне нужно сейчас просто заняться тем, что я здесь себе размещу более лучшие павнеры для мобов. Для того, чтобы сделать мне шарт, мне понадобится сделать вот такую небольшую структуру. И шарт у нас создается. Сейчас, наверное, мне придется этот шарт наполнить какими-нибудь существами. Для того, чтобы эта вся система работала. Как же это неудобно, конечно, делается. Ну ладно, все равно у нас пока эта система будет копить жидкость и все то, что нам нужно. Пойдем собирать необходимые нам эссенции. Ну, если быть честно, вот такая вот скорость мобов и такое появление меня полностью устраивает. Они только здесь исчезают и сразу появляются. И мы можем видеть, как у нас жидкое мясо и жидкая розовая слизь появляются здесь в безграничных объемах. Только вот минус, конечно же, то, что надо будет, видимо, увеличивать систему, а то некоторые скелеты и здесь умудряются как-то появляться. Сейчас мне нужно будет взять трубы и трэшкен. Получается, в него я должен сделать фильтр на вот это вот мясо, которое мне не нужно. И вот как-то так подсоединить вот эту систему, так, чтобы мясо отсюда выкачивалось. Вот, white list. И все, мы можем видеть, жидкое мясо успешно пошло уничтожаться. И я не понимаю, по какой причине это так работает, но почему-то из скелетов мясо тоже появляется. Ладно. Допустим, так должно быть и к этому мы не будем придираться. Возможно, потом я сделаю себе здесь побольше различного рода улучшений. И убийство мобов должно идти более эффективно. Сейчас я должен дождаться, когда у нас появится здесь достаточно большое количество розовой слизи. Пока я хотел бы сделать эндер танк в количестве 2 штучек и что-то типа розового красителя. Получается, я должен его подсоединить вот сюда и розовая слизь пошла именно сюда закачиваться. У нас таким образом получается 2 эндер танка с розовой жидкостью, но я бы хотел их немножечко переименовать сейчас себе чисто в розовый цвет для удобства. Так, теперь я хотел бы сделать что-то типа external storage и подключить вот этот вот танк к нему и его сделать на тип жидкости. И мы видим то, что здесь жидкость пошла, а у нас хранится. Для того, чтобы дальше у нас реализовывать всю эту систему, нам получается нужен desilusion chamber, в котором и будут происходить у нас большинство этих крафтов. Его мы создаем, его мы где-то должны разместить. Так, допустим, вот здесь вот, я думаю, отличное место. Тедыш, импортер и спид апгрейды в импортер. Так, теперь крафтер я сюда подключил и получается desilusion chamber у нас должен быть целиком и полностью в системе. И ему неплохо было бы сюда подвести энергию. Теперь он у нас точно должен работать. Сейчас я хочу попробовать в него запихнуть какие-нибудь рецептики маломальские, которые бы позволили что-либо создать. Допустим, вот эти вот stasis chamber. Для него нужны вот эти вот машины, для которых у нас все готово, кроме латекса. Хорошо, а латекс в жидком виде мне где взять? А, мне то есть отсюда нужен был и латекс в жидком виде, то есть я его зря начал переделывать. Понятно. Здесь я в жидком виде латекса и получаю, в принципе. То есть я зря его запихнул вот сюда вот. Давайте тогда немножечко изменим схему. Пока что мы производство физического латекса уберем за ненадобностью отсюда. Но остальное оставим. Так, понадобится мне еще, наверное, какое-нибудь хранилище, из которого было бы удобно забирать и вынимать жидкость. Я думаю, вот эти вот жидкостные блоки из этого же мода идеально, мне кажется, здесь подойдут. Для его апгрейда, тем более, нужно что-то такое сверхординарное. Так что я думаю, обычными блоками мы здесь и ограничимся. Как раз латекс с него начал закачиваться. Теперь я хочу, чтобы этот весь латекс у нас был в системе. Для этого я должен здесь сделать на флюиды. И латекс весь успешно начал переходить в систему. Получается, теперь у нас точно все готово. Для того, чтобы начать производить вот эти вот простые механизмы процессора. У нас с помощью ПКМ все успешно даже выложилось в сетки рецепта крафта. Должно быть у нас все готово. Также для этого я здесь делаю простой механизм. По-моему, у меня нет его рецепта крафта. Золотая шестереночка рецепта крафта. И, по-моему, это все то, что нужно. Так, сюда я запиховываю паттерн. И давайте попробуем, не знаю, штучек 8 заказать этих машин. Он пишет то, что все у нас готово. И, по идее, крафты должны пойти. И они успешно пошли. И мы видим то, что сетка крафтов успешно работает. И здесь все успешно крафтится. Это просто победа, я считаю. Но скорость до безумия маленькая, конечно, да. Все у нас только что здесь машина появилась. И это все успешно создало систему. Теперь же я хочу вот этот вот крафтер и систему с латексом перенести вот сюда. Вот, допустим. Получается, я здесь создал вот это вот хранилище. По-хорошему и воду, в принципе, можно было сюда закачивать в автоматическом режиме. Но пока что я, пожалуй, от этого откажусь. Мне для того, чтобы нормально взаимодействовать с жидкостью из мода Refined Storage, нужен Fluid Interface. И тогда все у нас точно успешно работать будет. Его мы создаем. Допустим, вот здесь вот размещаем. И да, мы здесь видим отображение латекса и розовой слизи. Сейчас я его хочу взять и посмотреть, сколько у нас из одного ведра латекса получится вот этих вот маленьких кусочков. 100 миллибакетов на одну маленькую частичку. Мы это запоминаем и идем доделывать автокрафты. 100 миллибакетов на одну частичку. Крафт на то, что из 9 получается одна большая. Ну а крафт в пережарке у нас, конечно же, уже есть. И я должен сейчас вот это то, что осталось, разместить просто в необходимые крафтеры. И должно у нас точно все работать. Давайте посмотрим, смогу ли я скрафтить стак пластика. И по идее он пишет, что что могу. И да, все успешно пошло. Как только у нас латекс закончился. Вот этот вот black hole танк нужно будет точно улучшать в скором времени. Если мы хотим производство пластика сделать в более крупных масштабах. Ибо его сильно не хватает. И приходится что-то мудрить с этим. Получается, из simple machine casing я смогу теперь точно автоматизировать вот эту систему. И останется мне только автоматизировать вот эти шестереночки. С чем вообще проблем у нас теперь не будет. И теперь я реализую себе автокрафт на вот эти вот продвинутые машинные создатели. Размещаю его в чембер. Давайте пробовать, хватит ли мне здесь ресурсов. По идее он пишет то, что всего мне хватает. И он по идее должен его производить. Сейчас посмотрим, произведет ли он мне его вообще. Вроде он должен, просто у него очень до безумия маленькая скорость. Все произвелось. У нас успешно, можно сказать, начался автоматизация вот этих вот пластиночек. И стезис чембер у нас здесь размещен, благодаря чему мы сможем в следующей части, наверное, целиком полностью заняться автоматизацией этих матерей с селерфишей. Но там мне понадобится еще сделать драме чарм. Но это делается, как я понимаю, очень просто. И никаких заморочек на это не нужно. У нас, тем более, все практически на это есть. С этой модификацией я никогда не работал. Но будет с ней поработать, это безумие интересно. Для того, чтобы в дальнейшем выйти в Infinity Catalyst, мне нужно будет сделать автоматизацию вот этих вот процессоров второго уровня. Они, я вижу, то что создаются очень сильно просто. Так что давайте, даже сейчас мы, по идее, все можем. Для того, чтобы их автоматизировать. Все это есть у нас в системе. Давайте его сюда разместим. И получается Tier 2. Ну, с каждым 64 штучки. И мы видим то, что верстаки я не автоматизировал. И, опять-таки, не хватает ведер латекса. Так, ладно. А если сделаем штучек 16, хватит, нет? А для 16 штучек у нас все хватает. Так что, по идее, процесс у нас производства пошел. А я пошел делать крафт для верстаков. И я уже сказал, что с танками меня вообще ситуация не устраивает. И я хотел бы сделать автоматизацию для этих танков. Вот, получается, вся линейка жидкостей, которые здесь могут быть. И для того, чтобы создать финальный, мне не хватает супремиум какой-то машинной рамки, которая делается из предыдущего уровня машинной рамки. Но это мы без проблем же можем сделать. Так давай сделаем. Почему нет? А, эндергаз нужен. Понятно. Мы не сможем его сделать. Ладно. Так что, пожалуй, пока что сделаем только продвинутого уровня вот этот вот Black Hole Tank. Для того, чтобы его сделать, мне пришлось производство улучшений пока что прекратить. Они немножечко все стопорят. Но, тем не менее, даже так у нас произвелось их здесь 11 штук. Black Hole Tank мы создаем. И вот здесь вот я его размещаю. Готово. И он пошел успешно заполняться латексом. И его здесь хранится 65 миллионов. Так что, я уверен, теперь с автокрафтами латекса вообще ничего такого сверхретенарного происходить не будет. И у нас успешно таким образом все работает. В следующей серии теперь я на 100% уверен, что мы займемся автопроизводством сердец матери чушуницы. Ведь в этой серии у нас все приготовления были успешно выполнены. Ну и в таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покрытый слуга Мамору. Еще услышимся.